книга открытым оком том 20 тема вера вопрос 3375 где-то читал про православного священника который жил с прокаженными и потом сам заразился кто он и причислен ли к лику святых отвечает игнатий тихон лапкин похоже что это был католический миссионер в кавычках помощник и покровитель страница 288 кавычки открыты бельгийский миссионер священник дамьян вестер 10 лет проповедуя евангелие на сандвичевых островах скобках 1863 по 1873 до глубины души тронут был положением пораженных проказы которых очень много на этих островах и которых правительство выселяет на особо назначенный для них уединенный остров молока и 1873 году 33 лет от роду в полном рассвете сил отец дамьян решился поселиться на острове молока и с тем чтобы посвятить всю свою жизнь этим брошенным страдальцам прокаженным не только физически но и нравственно отчаяние гнетущей тоска и разврат вот что встретил на острове отец дамьян где было до 1000 прокаженных в неделю их умирала от 10 до 12 человек но взамен умерших являлись новые и убыли не было заметно прокаженные приготовили водку из туземного растения ки в кавычках и подавленные отчаянием пили это зелье без меры чтобы забыться в опьянении последствием была страшная распущенность особенно поражающая и омерзительная среди этих обезображенных разлагающихся живых трупов но отец дамьян не отшатнулся от этой бездны порока он кротко словом любви и увещания обратился к этим озверевшим людям и в короткое время переродил их ки в кавычках исчезла и его заменили молитвой труд отец дамьян стал неразлучен со своей паствой давая им пример во всем меняет опор на лопату лопату на киру устраивал он опрятное удобное жилище изыскивал колодца строил церкви страшную болезнь разумеется нельзя было излечить но по печеньями и мероприятиями отца дамья разъедающая сила болезни была приостановлена самые же страдания значительно уменьшены отец дамьян сумел утешить страждущих возбудить в них веру наполнив души их на день на иную лучшую жизнь их там кавычках где нет ни болезни ни печали ни воздыхания за время своего служения на острове отец дамьян обратил к христианской вере и напутствовал при кончении более двух тысяч прокаженных великая сила любви принесла свой плод ни один из прокаженных говорил что если исцеление связано с уходом с острова и разлукой с отцом дамьяном то он не хочет исцеления что касается отца дамьяна то никакие земные побуждения не могли бы разучить его с прокаженными кавычки открыты меня жалеют говорил он а я счастливище из миссионеров кавычки закрыты мягкой рукой дотрагивался он до ран телесных и душевных был пастырем судьей школьным учителем плотником садовником и могильщиком 13 лет проказа не касалось отца дамьяна и при непосредственном и постоянном общении его с прокаженными все приписывали все приписывали это чудо через 13 лет 1885 году отец дамьян впервые почувствовал себе признаки заразы и остался совершенно спокоен в кавычках я всегда ожидал этого проговорил он кавычки открыты я сам заражен этой страшной болезнью пишет он микробы поселились в левой ноге а также в ухе одна из бровей исчезла вскоре я буду обезображен стих пор как я не сомневаюсь в своей болезни я испытываю особенное спокойствие чувствую себя счастливее чем когда-либо и предаю себя воле божией богу лучше известно что нужно для моего спасения бог любит нас больше чем мы умеем любить себя и глубоко в том убежден произношу да будет воля твоя кавычки закрыта кавычки открыта я счастлив говорит он в другом письме доволен и спокойно в том несколько исключительном положении в которое провидению угодно было поставить меня кавычки закрыта через год уже в жестоких страданиях измучены проказы и он пишет кавычки открыта слава богу до тех пор руки целы я ежедневно служу обедню и это для меня величайшее утешение так как у меня много работы то время проходит скоро и радость которую бог наполняет мою душу делает меня счастливым вероятно господь для своих благих целей и для пользы души моей послал мне эту болезнь кавычки закрыта в марте 1889 года за несколько дней до кончины среди невероятных мучений он пишет посещавшему его художнику клиффорду кавычки открыта шли искреннюю память дорогому другу тихо восхожу по крестному пути и вскоре достигну своей голгофы кавычки закрыта его соборуют и он радостно всклицает кавычки открыта как благ господь я дожил до того что оставляя здесь после себя у священников и трех сестер в больнице мне осталось сказать ныне отпущающий рабатого владыка по голоду по глаголу твоему с миром дело прокаженных обеспечено я более не смущен я могу отойти кавычки закрыты 15 апреля 1889 года его не стало кавычки закрыта числа 52 повели сынам израиль выслать из стана всех прокаженных лука 17 12 и когда входил он в одно селение встретили его 10 человек прокаженных которые остановились вдали иоанна 15 13 нет больше той любви как если кто положит душу свою за друзей своих матфея 25 36 был нак и вы одели меня был болен и вы посетили меня в темнице был и вы пришли ко мне что пользы в новеньком таком карандаше когда его ножом не заострить что пользы даже и в самой душе пока не оживет из-под могильных плит в делах житейских маострей ножа кончаем институты лезем выше без библии безграмотно мертва душа и стонет смертно а ее не слышим при искренне с собой заговорю припомнив детство юность нараспашку как на душу и враг выделывает трюк в необозримом прошлом танец страшно что польза ежели сегодня же умру ненужным скверном тайна обложился перетрясешь когда дела делишки вдруг не звергнешь идола себя тогда с божницы что польза в детях и в игривых внуках когда они не ведают о боге и не минутки даже в целых сутках не думают о вечности стрекочут как сороки что польза в пальцах в языке в глазах когда они не стружатся с писанием но ищет сладкое вкусное лизать кощачья жизнь у кринки где сметана нет ничего полезнее чем поесте цепляясь лапками в чертоге у царя охаживает в ступе событиями пестик мы знаем позже что с нами то не зря полезное всего смирению научиться принять христа спасителем и делом доказать бог иегова любит происшедшим чистит дабы плодоносила душа моя глаза у мудрых мысли не кривые гвозди скрепляют образуя целый дом сегодня же раскайся иначе будет поздно потерянных овец искать с христом пойдем 14 декабря 2006 год игнатий тихонович лапкин